Эту тему мы продолжим с ученым, новатором и изобретателем Амиром Куатом. Он на связи с нами. Амир, здравствуйте. Амир, наверное, конечно, сразу бы хотелось бы спросить, поддерживаете ли вы петицию по возврату действующих ранее часовых поясов? Нет, конечно, не поддерживаю. То есть я сторонник того, что имеется сейчас после первого марта. А по какой причине? Ну, первая очередная причина это влияние на здоровье людей. То есть, как уже говорил господин вице-министр здравоохранения о том, что я бы внес, наверное, некоторую ясность в этом вопросе. То есть, когда мы говорим об отсутствии влияния перевода времени на здоровье, здесь следует отметить, что отсутствие влияния на здоровье именно того часового пояса, который присущ именно географическому положению той или иной страны, который является UTC плюс 5 для Казахстана, для большей части территории Казахстана. То есть вы согласны с утверждением Минздрава, что нет прямой связи с тем, что перевод часов отрицательно воздействует на человека? Если этот часовой пояс является именно естественным стандартным часовым поясом, который соответствует географическому положению, да. Ну, не совсем понятно, что... Вот объясните... Окей, хорошо, давайте я постараюсь вам объяснить. Вот смотрите, до 1 марта мы с вами жили на UTC плюс 6, который не являлся естественным часовым поясом или стандартным часовым поясом для той территории, которые на ней находились до 1 марта. А это ни много ни мало, по-моему, если не ошибаюсь, 67% территории страны. Соответственно, это искусственно созданный часовой пояс, который приводит к десинхронозу. А UTC плюс 5 является для вот этих вот территорий естественным часовым, стандартным часовым поясом, который мы им вернули. Это рассчитывается очень даже легко. Давайте просто обычная арифметика. Расстояние между часовыми поясами 15 градусов. Это как мы понимаем. То есть земля круглая, 360 градусов делим на 24 часа, получаем 15. Теперь возьмем самую дальнюю область у нас восточная. Это у нас, по-моему, это же восточно-казахстанская область. К примеру, в Усть-Каменогорске координаты соответствуют 82,37 градуса. 82,37 мы разделим на 15 градусов и мы получим с вами 5,49 соток времени. Соответственно, это говорит о том, что это соответствует UTC плюс 5. Ну, наверное, последний вопрос к вам, Мамамир. А вы сами во сколько стали просыпаться с переводом часов? О, давайте начнем с того, что у меня, во-первых, нормализовался сон. Во-вторых, качество сна значительно улучшилось. И если я, например, скажем, без какого-либо лукавства, если я раньше, например, на работу просыпался, мне было очень тяжело, то сейчас я порой просыпаюсь даже на 5 минут раньше будильника. Ну, что ж, я думаю, сколько людей, столько и мнений. Наверняка найдутся оппоненты по поводу перевода часов. И с вами могут не согласиться люди, но тем не менее, что имеем к этому часу. С нами на связи был ученый Амир Куат.